Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 27 марта, и начнем наш сбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста – это обновление максимальных значений, которые были зафиксированы вчера на уровне 1,2460, ну и движение дали на 1,2637. Возврат к продажам – это значит ближайший разворотный уровень, пока отмечаем на минимальных значениях 22 марта, это отметка 1,2287. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. Ближайшие цели роста – это уход выше максимальных значений вчерашней торговой сессии, ну и движение дали на 1,4344. По текущей ситуации ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 22 и 23 марта, это диапазон 1,4070. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое нисходящее движение. Ближайшие цели по снижению – это отметка 1,2705, ну а ближайший разворотный уровень отмечаем пока на максимальных значениях, которые были зафиксированы 22 марта, это отметка 1,2950. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая остается в приоритете. По паре американский доллар и японская иена сегодня с утра мы видим начало изменения нисходящего движения в рамках часового таймфрейма на восходящее. Сегодня с утра мы торгуемся выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в понедельник на уровне 105.47. Цели роста – это движение в область 106.65, а возврат к продажам будет отслеживаться после того, как цена сможет преодолеть минимальное значение понедельника и пятницы, которое отмечено на уровне 104.63. По паре австралийский доллар и американский доллар на текущий момент тенденция восходящая также остается в приоритете. Ближайшие цели роста – это уход выше максимальных значений 22 марта, отметка 77.81, ну и далее движение уже на 79.30. Возврат к продажам будет отслеживаться в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 21 марта на уровне 76.71. По паре евро-фунт вчера мы отслеживали изначало изменения тенденции, точнее начали мы отслеживать ее еще в пятницу, поэтому сейчас тенденция восходящая в рамках часового таймфрейма также сохраняется. Ближайшие цели роста – это уход выше максимальных значений вчерашнего дня. Среднесрочные цели находятся на уровне 89.80. Возврат к продажам будет рассматриваться, если мы увидим пробитие минимальных значений вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 87.16. А золото также остается в приоритете покупок. Цели роста – это уход выше максимум вчерашнего дня, уход выше уровня 1355 долларов за тройскую унцию, ну и движение далее на 1368. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях понедельника – 1343. По нефти марки Brent тенденция восходящая сохраняется. Мы подошли к среднесрочному уровню, который находится в диапазоне 71.30.72 ровно. И от этого уровня мы можем ожидать начала коррекции, но пока она еще не подтверждена. Пока нефть марки Brent торгуется выше уровня 69.67, тенденция восходящая остается в приоритете и цели роста движения на 72. По индексу DAX вчера мы доходили минимальным значением до уровня 11706. Сегодня с утра мы торгуемся уже вблизи максимальной значения вчерашней торговой сессии. Если индексу DAX удастся закрепиться выше данного уровня, то с текущих цен можем отслеживать уже начало восходящего движения с целями роста на 12389. Если индексу DAX все-таки не удастся закрепиться выше максимумов понедельника, то нисходящее движение может продолжиться с целями снижения до уровня 11424. По биткоину тенденция нисходящая продолжается. Следующая цель по снижению это уровень 7173 доллара за один биткоин. Именно туда сейчас данный инструмент и стремится. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если биткоин сможет закрепиться выше максимальное значение вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 8606 долларов за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Я напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.